Здравствуйте, дорогие друзья! Только что я пришла из магазина FixPrice. Набрала целый вот такой пакет всякой всячины и спешу с вами поделиться своими покупочками. И первая покупочка, с которой я хочу начать, это вот такая детская игрушечная коляска. Я думаю, многие видели у себя в магазинах, давно они были. Но мы вот приобрели только сейчас. Стоит она 99 рублей. Выполнена, конечно, из такого хрупенького пластика. Но на свою цену коляска, в принципе, достаточно неплохая. Ребенку поиграться, потому что, не знаю, будет ли ей это интересно. И покупать какую-то дорогостоящую коляску для этих целей пока, я думаю, не стоит. А так, выполнена достаточно качественно. Складывается. Тут вот есть механизмик. Вот. Вот так вот складывается она компактно и раскладывается. Сделана, в принципе, без брака. Единственный минус. Мне не нравится, что вот тут сидушка вот это вылетает. В принципе, можно было сделать какие-нибудь другие держатели, чтобы это было как-то понадежнее. Ну, а так, за свою цену, повторюсь, вещь достаточно неплохая. И давайте перейдем уже в пакетику, что у меня тут есть. Взяла вот такие ватные диски. Периодически беру их. Aura Classic. 150 штук в упаковке. Достаточно неплохие. Стоит, кажется, 55 рублей. Следующая, это тоже, ну, это уже новинка и нашего магазина, и вообще вот всех фикс-прайсов. Это вот такая игрушка сортера пластмассовая. Представлена в виде куба, у которого вот эти стороны снимаются, их можно разбирать. И внутри идут маленькие детальки, которые необходимо будет ребеночку вставлять вот в эти отверстия, подбирать, куда подойдет. Игрушка достаточно хорошая, пластик хороший, не пахнет. Как видите, я ее еще не раскрывала, но я вижу, что она достаточно качественно сделана. И хорошо будет ребенку развивать логику и так в ручках потеребить. Яркая, прикольная вещь. Также у нас появились вот такие непонятные игрушки-дракончики, которые должны ехать по полу и вот махать крылышками. Стоит 50 рублей, ну, такая хлюпенькая, но ребенок схватил, понравилось, как тут отказать. Вот такая миленькая фигнюшка. Дальше. Взяла две вот такие резиночки детские. Очень красивые, вот с такими пумпончиками-астрочками на два хвостика. Прекрасно будет, красиво, ярко, по-детски. Фирма InStyle. Сделана, как всегда, в Китае. Следующая. Ну, взяла вот такую туалетную бумажку. Правда, не пробовала, не знаю, хорошая или нехорошая. Но, в принципе, что может в туалетной бумаге быть плохого. Туалетная бумага, она и есть туалетная бумага. Так что больше ничего не скажешь. Так, следующее. Как всегда, взяла вот такие салфетки влажные детские. Повторяться не буду. Все прекрасно знают, салфетки классные, стоят очень классно. Следующая покупочка. Завезли вот такие у нас детские тунички. Я думаю, в предыдущих видео вы видели обзор на такие тунички, платьишки. И вот у нас завезли еще вот такую расцветку. Классные туники. Мы уже их надевали, приятные к телу. После стерки, да, действительно, они не перекашивают, не линяют. 100% хлопок. Размер 28 на рост 104 сантиметра. Классные вещицы. Так что присмотритесь. А изготовитель город Бишкек. Да, Кыргызстан. Классные. И взяла еще вот такие лосинки. Тоже производитель Кыргызстан. Но тут состав идет уже 92% хлопка и 8% эластана. Вот такая классная расцветка. Тоже в предыдущем видео. Ссылочку я вам оставлю вверху. Так что посмотрите, если вас заинтересуют классные вещички. Мне очень нравятся. Из тряпочных покупочек я еще взяла две пары. Вот таких носочков. Милые носочки детские. Ну, достаточно они такие тоненькие на лето. Резиночка средняя. Она и не тугая, и не хлюпкая. С пяточкой. Красивые носочки. Ребеночку пойдут. Размер 12-14. Состав 70% хлопка. 28% полиамид. И 2% эластана. Сделанная в Владимирской области. Классненькие. Стоит бюджетно. Вам совет. Также взяла попробовать вот такое жидкое мыло. Малиновый сорбет. Не было у нас до этого. Такого мыла беру первый раз. Даже не знаю. Еще не нюхала. Господи, это... Я теперь оставшиеся видео буду вот сидеть с таким выражением лица. Это... Еще и носом вляпалось. Оно нереально вкусно пахнет. Это вообще... Я забыла, что я хотела сказать. Ну, на запах мыло классное. Будет оно мылиться или нет, это уже... Неважно. Я его буду, наверное, нюхать. Оно нереально вкусно пахнет. Это такой сладко-фруктовый аромат. До того классно. Ай, это супер. Блин. Все. Я притащилась, как наркоман. Ой. Они реально вкусные. Берите его. Так классно. Это нюхать. Как вот малиновый джем. Хочется ложкой на оладушек. На горячий оладушек. Вот так бы намазать малинового джема. Чтобы он так же пахнет. Ой, супер. Классная вещь. Я думаю, и мылиться будет хорошо. И посмотрите. Вот я не знаю, передает ли камера. Оно вот как с каким-то перламутром идет. Видите, вот такой вот отлив. И причем это не сама бутылочка, не пластик так переливается. А это вот само мыло. Блин, классная вещь. Там, кстати, другие какие-то были еще зеленые. Правда, я не посмотрела аромат. Ну и взяла еще вот такой наборчик. Скотчей декоративных. Все вы их знаете. Появилась вот такая какая-то пятнистая расцветочка. Какими-то разводиками. Так что есть у меня идея, как куда их пристроить. Не только для ежедневника. Но взяла для одной цели. Не знаю, получится или нет. Если получится, конечно, вы увидите в видео. А так, посмотрим. Ну, скотчи вот эти беру не первый раз. Достаточно хорошие. Декорирую я ими. И баночки. Кстати, кажется, на моем канале есть видео по декору. Такими скотчами баночек. И я ссылочку оставлю вверху. Так что канцелярия хорошая вот этой фермы. Мне нравится. Ну, вот и все покупочки на сегодня. Они, в принципе, оказались очень классными. Вы сами видите, очень меня сильно порадовало мыло жидкое. Просто нереально вкусно пахнет. Это... Ой, советую. Бегите, покупайте. Если даже не будет пениться, можно нюхать и балдеть. Классная вещь. Так что вот так. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Я буду очень рада. Буду рада вашим комментариям. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. И пока-пока. Пока.